Всем привет! Сегодня мы будем анализировать аэродинамику Пуджа. Вот перед нами перестает этот красавец и анализировать я буду в программе MicroCFD. Почему не в автодеске? Ну на это есть свои причины. Система поиска пидорасов активирована. Пидорас найден. Ну что ж, пройдемся по настройкам симуляции. Ветер будет в сторону лицевой части Пуджа со скоростью 0,2 от скорости звука. Это примерно 68 метров в секунду, что достаточно для репрезентации скорости форстафа или подбора руны хосты. Остальные параметры вы видите на экране. Симуляция будет проходить 0,4 секунды. Компьютерная программа подсчитала, что этого достаточно, чтобы поток воздуха стабилизировался и сокращался до определенного значения. Таймстеп будет 40 миллисекунд, потому что это 10% от стоптайма. Значит немного информации про самого Пуджа. Я его сделал высотой 5 метров. Вы скажете, что это слишком много. Пудж не может быть таким высоким, но это не влияет на аэродинамические показатели, за как основные паттерны все равно останутся. Причина, почему мне пришлось сделать высоту 5 метров, вас ебать не должно. Объем нашего Пуджа 23 метра кубических и площадь поверхности Пуджа 66 метров квадратных. Сама рефайнутая модель состоит из 948 294 фасетов и я очень хорошо умею читать с экрана. Вся симуляция прошла с 9 часов. Почему так? Потому что в настройке процессоров я не симулировал на GPU, а симулировал на своем процессоре, интеркора 7 мультикоре. Почему же это было? Ну, это опять же тоже было по определенным причинам. Ну что ж, перейдем к результатам теста. С данного угла камеры, как мы сейчас смотрим на Пуджа, исходит воздух. И мы можем видеть, что у брюшной полости Пуджа скорость воздуха минимальна. То есть здесь очень большая фиолетовая область. И это скорее всего значит, что на Пуджа вот тут действует огромное давление. И если я поставлю, да, если я поставлю график давления воздуха в разных участках Пуджа, мы видим, что здесь у подбородка оно достаточно большое. То есть оно имеет красное значение, что достаточно не очень, потому что воздуху действительно некуда уходить оттуда. Если я простримлю партиклы, мы видим, что пузо Пуджа действительно может подбивать воздух. Но оно делает это крайне неэффективно, потому что в данной площади воздух становится фиолетовым. Сейчас я стримлю график скорости воздуха. Это значит, что он не искажается как надо и уходит из зоны Пуджа, создавая области маленького давления. Он просто останавливается пузом, что не очень приятно. И мы тут видим, вот если мы переключимся, то мы видим, что вот этот луч, который подбивается телом Пуджа, мы видим здесь достаточно большое давление, уже на желтом показателе. Вот этот луч, он отпрыгивает в руку. Но тут рука уже делает свое дело. Рука достаточно аэродинамична, то есть она опускает давление воздуха примерно до голубой отметки, потому что здесь развивается достаточно большая скорость. И мы можем заметить, что этот тренд находится на всей части вот этого пересечения Пуджа, где разделяется его передняя и задняя части тела. Вот даже если я сейчас модельку подниму вверх, то мы можем видеть, что на протяжении почти всей части пересечения мы получаем голубую отметку давления. Сейчас я смотрю на график давления. Это очень хорошо. Теперь, что очень интересно, если я включу задний view, то здесь образуется область достаточно повышенного давления. Если мы включим стрим партиклов, мы видим, что образуются некие вортексы. То есть Пузо Пуджа, оно что делает? Оно подбивает воздух так, что здесь просто воздуху не остается ничего делать, как прижиматься вот этими подбитыми волнами и давить на спину, что создает как бы давление, которое действует против давления на Пузо Пуджа. И это достаточно хорошо. Это, скорее всего, уменьшает силу импакта воздуха на самого Пуджа. Теперь, что мы можем просмотреть. В ногах у него зона пониженного давления. И, скорее всего, если я включу график скорости, мы увидим... Сейчас, секундочку, это не график скорости. Вот, если я включу график скорости, то мы видим, что в ногах у него имеются красные отметки. И даже сейчас я подниму на вот это вот прекрасное место. Да, мы видим, что под областью паха у него все красным. Это значит, что ноги действительно хорошо искажают поток воздуха, тем самым мы получаем зону пониженного давления. И последний график, который я хотел бы рассмотреть, это график давления через плоскость. Мы видим то, что здесь действительно создается область повышенного давления, даже на достаточно большой промежуток. Потому что желтая это все еще много. Это больше половины доступной шкалы давления. Тем не менее, опять же, мы видим, что это не такая уж большая проблема, потому что подбиваемый воздух образует вортексы, которые действуют на спину пуджа, которые толкают его обратно. Так что ничего страшного, этого можно простить. Все-таки пудж вряд ли проектировался, чтобы в этой стороне быть аэродинамичным. Подводим итог визуализации. Значит, для пуджа это совершенно нормально иметь такую область повышенного давления, потому что не думайте то, что так как у него пузо сферической формы, то оно будет искажать поток воздуха, как самолет. Нет, такого, конечно же, не произойдет. Тем не менее, образуемые вортексы сзади и достаточно хорошие показатели давления на части, которые делит пуджа на двое. Я думаю, этого хватит. Но давайте обратимся к цифрам. Мы видим, что сопротивление воздуха по координате х – это движение по данной линии. Вы видите сейчас на экране. Мы видим, что программа пишет минус х. Показатель трения воздуха положительный, а координата х отрицательная. Это означает то, что на пуджа действительно действует сила трения, которая действует против движения пуджа. Но давайте посчитаем коэффициент сопротивления воздуху нашего любимого героя, потому что это самый важный показатель, когда дело доходит до аэродинамических вычислений. Коэффициент посчитаю я сам, потому что в программе такой функции нет. Мы будем использовать уравнение сопротивления воздуху. Его вы видите на экране. И для силы я буду брать вот этот показатель силы по х координате. Для значения площади тут будет немножечко посложнее, потому что 2D вырез пуджа, на который происходит импакт воздуха, то есть на который прилегает воздух и совершает какое-то действие. Как раз площадь YZ. За скорость мы используем нашу скорость 0.2 маха. И плотность воздуха я посчитал сам, используя параметры данные в программе. И что, считаем, и мы видим то, что коэффициент трения пуджа равен примерно 0.6. И это очень хорошее значение. Для сравнения, коэффициент сопротивления воздуха сферы равен 0.47. Да, конечно, к аэродинамическим показателям самолета, у которого коэффициент трения воздуха примерно 0.03, пудж не приблизился. Но тот факт, что он достаточно близко к показателям сферы, уже радует. Это значит то, что пудж достаточно аэродинамичен для своей непредназначенной для этого структуры. Но что самое интересное, если мы взглянем на параметры силы действия на пуджа, мы видим, что на пуджа действует подъемная сила. Мы видим по координатам Z, у нас положительное число. Это значит то, что объединенное давление воздуха поднимает его вверх. Конечно, возникает вопрос, сильнее ли это, чем сила притяжения, действующая на пуджа. Ну что ж, это был анализ пуджа в потоке воздуха, который направлен именно в переднюю сторону пуджа. Я также запустил анализ, который продлился примерно 8 часов, где воздух дует в бок пуджа, а именно слева направо. Проводить ту же самую процедуру я не буду, оставлю просто вам сейчас монтаж картинок, которые получились под очень хорошую музыку. Левой туда, правой сюда, вместе машем головой. Жопой туда, мордой сюда, оп, стоп, телевизор. Шо сюда вставить? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну а всем спасибо за просмотр, это был достаточно примитивный, но полезный аэродинамический анализ пуджа. И я надеюсь, вы извлекли из этого что-то для себя и понимаете то, что форстафить пуджа или давать ему баунти руну не такая же плохая затея, потому что, ну в отличие от вашего героя, как например Тини, пудж имеет хорошие аэродинамические показатели и он сможет добиться большего расстояния, чем ваш герой. Продолжение следует...